полный контакт с владимиром соловьёвым доброе утро дорогие друзья ксавье муро ксавье я не помню вы капитаном же были до французского спецназа сейчас основатель центра политического и стратегического анализа военный эксперт русский патриот гражданин россии человек который абсолютно осознанно выбрал в этой жизни свою позицию который верой и правдой служил своей родине франции так что никто не может ни в чем обвинять но человек который глубоко анализирует мыслит и хорошо понимает к чему могут привести истеричные действия разнообразных политических людей скажем так в отличие от макрона ксавье прекрасно знает что такое военные службы что такое оружие что такое жизнь и что такое смерть поэтому имеет право об этом рассуждать гораздо больше чем человек который готов послать несколько тысяч французов для того чтобы они нашли свою смерть на полях новороссии ксавье вам слово но сначала хотел бы подчеркнуть что служить сейчас россия тут уже служит франции потому что и потому что сейчас россии не просто воюет за свою судьбу за за свои народа но тоже за европа потому что после победа россия будет момент мне кажется когда будет тоже возможности для европейские населения начинать как сказать бунт против гегемон сша через нато через евросоюз поэтому когда я служу россии я тоже служу францию для меня то это важно это подчеркнуть во вторых что касается что касается что происходит во франции это сейчас надо связаться с внутренние проблемы если мы сравниваем со франция и украина мы и макрон находится такой же ситуация как зеленская как зеленский в осенне 2021 году если помните у него были скандал пандора пепперс у него были ужасная ситуация экономику и сейчас это что мы наблюдаем во франции у нас ужасная ситуация в экономику макрон очень не популярны у него были тоже там ваши проблемы с фармерами до сих пор на решение поэтому он должен что-то предлагать и что-то делать чтобы убрать от идея француза что у нас внутренние проблемы и но что дают такие системы тоталитарные систем когда у них проблемы внутренние они создают конфликт за границей и это точно что дирает макрона но у него проблема то что у него нет армии чтобы это сдавать понимаете когда он говорит наш дом там главный штаб сухопутные войска генерал щит он говорил о 20 тысяча солдат у него у нас нет это 20 тысяч а мы ничего не можем дирать и я недавно был во франции я говорил с друзьями они мне сказали что цель номер один сейчас для франции для французской армии это олимпийские игры не хватает 10 тысяч человек чтобы но заниматься безопасным обеспечением безопасности олимпийских игр да да вот это наша война сейчас это найти 10 тысяч человек чтобы организовать безопасности во время олимпийские игры поэтому думайте отправить 20 тысяч солдат на берегу днепр как предлагают вот это парковник который я вообще не знаю в телеканал это 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 смешно это смешно но это для нас это стиль не правильно говоря но вот вот сюжет который многие показывают мы у себя на телеграм-канале вот полковник винсен арбар эти рассуждают если мы взглянем на обе карты ведь вы говорите что можно расположить войска на границе с республикой беларусь и одновременно вдоль днепра сколько людей понадобится для проведения такой весьма обременительные двойной операции речь не о том чтобы выстроить непрерывные линии людей о том что поставить подразделение способны очень быстро реагирует подразделение ближнего боя боевые подразделения подразделения поддержки чтобы быть способными удерживать и разделить русские и белорусские подразделения мы имеем возможность отправить 20 тысяч человек это дивизии из 20 тысяч человек ну первых это две дивизии стоящие из нескольких бригад являющиеся высоком обильным сука официальным подразделением если вам угодно профессиональными хорошо он тренированный солдат он бредит он вообще не понимаешь такой современная война но знаете сначала я хотел бы подчеркнуть что все бывшие полковник генерал который до сих пор выступали французский телеканал они ушли но их меньше видим потому что они нас обещали год назад что контрнаступление украина будет все решить и что скоро там мариуполь опять будет украинские города поэтому сейчас они нашли наш они нашли вот это полковник который никто не знает и который да ничего не понимает о современной войне но могу сказать что вообще все это полковник или генерал которые выступают телеканал они тоже не представляют французские военные мысли были очень интересный момент есть французский журнал марьян и они опубликовали как это секретный доклад от штаба французский штаба и они вообще говорят другие дела что например российская армия очень хорошо организованы что мешают там у кого есть опыт с кем у них меньше опыт что их их дают отдохнуть что оборудование россии лучше состояние более адаптирование в этом конфликт чем вот что мы доставили на тоске оборудование поэтому тоже надо понимать что вот это lc и это канал который весь час только что показали это чистые макронский пропаганды и это не серьезный поэтому не надо это принять слишком серьезный но конечно это часть вот это пропагандские марафоны которые они каждый каждый день покажут французские население но реально вот это полковник я вообще его не знаю где он служил это он никто он никто но как это он участвует вот это марафон пропаганда вот я реально не понимаю зачем вот зачем водить французов на территории украины то есть умирать за кого то есть французские военнослужащие уже в африке все поняли тяжело теперь они хотят прийти на новый театр военных действий самый жесткий из тех который когда-либо был за последние 70 лет зачем но сначала надо понимать что у макрона он наследник идеологии у которой были создание нового вима французская революция это это назову буржуевский лево ну тип либеральный как вы говорите и если помните апрель 1792 году они начинали воевать везде в европа чтобы экспортировать свой идеологию и макрон он наследник это это идеология во-вторых у макрон тоже и как я сказал у него есть внутренние проблемы и для него война это очень удобный третьих макрон есть проблем с шольца потому что шольц требует от макрон отправить больше оружия и это правда что если мы сравниваемся что отправили франция правила франция что отправили германии это 808 раз меньше и мы отправили очень старое оборудование мы отправили вот это бтр в обе который даже когда я служил он уже был слишком стали и неудобны нет отправили на украине не отправили амx-10 rc который стали тонкой которые но сделали чтобы воевать в африке не чтобы воевать против такая армия как российская армия не отправили очень мало боеприпас потому что у нас мало боеприпас например сейчас наши минобороны сказали что вот наконец мы можем отправить на украину типа 3500 боеприпас снаряд в месяц а российская армия стреляет на завтраке такие объемы поэтому в общем да да поэтому понимаете что макрона он он старается и я просто чтобы наши граждане поняли 3-5 тысяч протяженность фронта 1300 километров то есть это три снаряда на километр это говорит да да и поэтому еще раз он требует от макрон больше деньги больше боеприпас но у нас нет у нас промышление во франции очень слабый после не 50 лет не финансировали наши экономики это не у либерализм это вот это создать поэтому если мы сравниваемся с россией например я но даже перед военной операции промышлений были в россии 32 процента ввп а мы у нас были 16 после санкций а после увеличения стоимость энергии у нас меньше 10 процентов потому все что мы наблюдаем сейчас во франции и даже везде в европы это что мы потеряли наше место как большой промышлений стране и поэтому мы не можем воевать против россии мы еще можем что-то организовать в африке но против россии то даже это даже смешно и почему они это делают потому что но это их и дорогие тоже потому что они против приказа сша и я думаю что россия и путина и ну там все и вы прекрасно не поняли что мы просто выполняем приказ от гегемона и сожалению сейчас гегемон уже не хочет платить ну он хочет продолжать война только он не хочет платить потому кто может платить ну тогда в принципе германии франции ну еще раз промоточном и не можем даже если это не вопрос а вы понимаете макрон последние два года он повторить сколько 150 раз россия не может победить ну россия победить будет и мы ничего не можем против этого сделать но для макрона этот как как мантра и он будет это повторить до конца но это что напастнее для россии это да аж что вдруг такое для макрона случилось что он просто стал ну это уже что-то очень лично у него к путину то есть это вот просто видно как это вот реально он уже рассуждает не как политик то есть в этом чувствуется такая личная обида понимаете макрон взяли очень большой ошибка и у нее 2022 году он опубликовал секретные беседе которые у него были с путином 20 февраля 2022 году день перед после переда того когда путин принял днр и лнр и он это опубликовал чтобы показать как он как он великий человек и тогда мы узнали что вокруг него были журналистки а были такие которые хихиха ха вокруг него и поэтому он больше никогда не будет для путина человек с кем он может серьезные поговорить и сейчас макрон он оборот это хотел бы вернуться в такая позиция который был у франции у германии когда были были минске соглашение и другой стране тоже там француз он принял что минске соглашение был создание чтобы дать время вооружить украину и макрон он был министр франсуа ланд и он сам это сделали он дал время как это тоже приняли ангелла меркель порошенко тоже это принял он использовал это время чтобы переоружить украину и поэтому конечно например путин больше его не верить и не хочет с ним говорить или говорит как типа чисто дипломатический пути значит что пусть наши министры и на стране дел встретиться слетятся там организовывают встреча там и потом уже подготовим коммунике который потом будем выступать но вот это как это сказать свободный переговор как раньше был между макрон и путин больше не будет из-за макрона это тоже для нас были такой стильности когда он опубликовали то беседе с путина и на ты с ним говорили что ты не такие хорошие други ты мой хороший друг и так далее так далее и поэтому сейчас да у макрон есть еще раз проблем внутри нашей стране и он старается опять одевается одежду командирин тиф как главнокомандующий да 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 великий командующий потому что во время президентский выбор он это использовал чтобы выиграть это были тогда два года назад и он спокойнее выиграл президентский выбор благодаря этого и он сейчас думает что если у меня 5 там атаки такие позиции а тогда я могу выиграть европейский парламентский выбор через три месяца это тоже проблем надо понимать что сейчас все исследования покажут что партии макрон будет очень плохой результат июня месяца поэтому он тоже должен что-то найти и начинать быть начинать поставить наше наше население под такая сказать что жизни военный стресса это тоже для него способ старается менять это это потенциальные результаты как-то нерадостно нерадостно главное получается что макрон ничего не видит он не видит нацизм на украине то есть он выбрал линию не деголя а выбрал линию петена ему хоть кто-то во франции это говорит но да но это это меньшинство и тоже есть если я хотел подчинуть что вот премьер-министр макрона а там он выступал за свои политики за соглашение с зеленский и он в конце выступлений в парламент он кричал слова украины вот что он кричал понимаете поэтому они забыли что это фашизм они забыли что это нацизма и для них все равно них свои идеологию как я это объяснил и надо экспортировать наши ценности и сейчас но раньше это были либерте галите фратерните а теперь нацистские лозунги да и и лгбт и лгбт легалите и лгбт то есть придется ответить словами марсельезы ну к оружию граждане может быть будет это будет есть такой план я не я не знаю но это чистые социальные инженерии понимаете это надо манипулировать общество и объяснить что раньше нацизм это было плохо но на украине то хорошо и и тоже объяснить что мы можем создать новое общество где будем уважать и степан бандера и леди гага вот это две модели будущего а как французский избиратель относится к этой семейственности внутри одного французского правительства когда муж и муж возглавляют один кабинета другой министр иностранных дел да то есть или не знаю жена и жена то есть они там такие сложные я не знаю не месте как француз я вообще это 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 как если они живут в другой мира и они не представляют какое что дает как результат в мир такое например в африке у меня много премьер-министр назначает свою любовница как министра иностранных дел что вы говорили бы в россии если мишустин назначить на место министра иностранных дел его любовница но мы бы удивились если вы михао владимирович во первых была бы любовница он известен как замечательный семьянин и там все у них прекрасная семья замечательные отношения поэтому случае нашей страны это как бы довольно странно да это позорный это позорно я не знаю что вам сказать я даже а вот представляет как они себе видят ксавье но в этом вашей вины нет никакой спасибо вам за ваше время но посмотрим как себя франция сейчас проявит на полях боестолкновений между арменией азербайджаном так как там как я понимаю франция сейчас хочет показать как она сможет спасти армению плюс молдаве она тоже собирается встать в полный рост удивительно да вы получив подзад в африке им захотелось встать где-то еще ноги полный контакт с владимиром соловьевым